Киев отказывается от вступления в НАТО как минимум на 20 лет, а США при этом продолжают снабжать Украину оружием, чтобы предотвратить новое вторжение РФ. Это одна из идей для плана Трампа по завершению войны, которую предлагают советники-республиканцы. Wall Street Journal пишет, что сам Трамп не имеет конкретного мирного плана и еще не знает, как убедить Зеленского и Путина сесть за стол переговоров. Но варианты ему активно подкидывают советники и уже после консультации с ними Трамп сделает выбор и будет решать самостоятельно, что же делать. По данным авторов издания, отказ Украины от НАТО на 20 лет не единственное предложение советников. Они единодушно рекомендуют приостановить войну, закрепив захват России примерно 20% территории Украины. Согласно этому плану, линия фронта по сути останется на месте и обе стороны согласятся на 1300-километровую демилитаризированную зону. Кто будет обеспечивать охрану правопорядка на этой территории, остается неясным, но один из советников сказал, что в миротворческих силах не будут задействованы американские войска и не будет задействована Международная организация, финансируемая США, такая как Организация Объединенных Наций. В Украине уже неоднократно говорили, что не согласны на заморозку войны по линии фронта и на отказ от территории. В РФ отреагировали на публикацию Wall Street Journal так. Там же все обезличенное. Это похоже на план Wall Street Journal во Украине скорее. Публикации носятся более и более абстрактный характер. О появлении очередного плана по завершению войны в западной прессе мы поговорили с политологом и военным экспертом Дмитрием Снегиревым. Данную публикацию можно считать как элемент так называемых активных операций американской стороны в моменте формирования информационной и политической повестки дня. То есть элемент политическое информационное давление на руководство Украины. Смотрите, мы рассматриваем возможность ваших территориальных уступок и соответственно, уже забегая наперед, даем понять, что даже приглашение в НАТО, не то что расширение НАТО за счет Украины, данный сценарий не рассматривается априори. Поэтому говорить о том, что озвучен именно реальный план команды Трампа, я бы, ну скажем так, не стал делать подобные поспешные заявления. И давайте вспомним продолжение той же цитаты Трампа. Если, соответственно, Российская Федерация и Украина не согласятся на данные условия, то есть заморозка конфликта, фактически, ну скажем так, демаркационная линия протяженностью 1300 километров, буферные зоны, то, соответственно, Соединенные Штаты передадут Украине такое количество вооружения, что Российская Федерация вынуждена будет пойти на подписание мирных соглашений. Поэтому исключать возможности второго варианта я бы не стал. Еще раз подчеркну, с учетом того, что официальных поздравлений со стороны Кремля новоизбранного президента Соединенных Штатов еще нет. Но, более того, есть уже заявление команды Трампа о том, что, соответственно, Россия рассматривается как один из стратегических противников Соединенных Штатов. Поэтому говорить о каком-то ослаблении курса Соединенных Штатов в моменте, скажем так, возможных политических компромиссов с Российской Федерацией я бы не стал. Кроме того, Трамп будет вынужден считаться с тем, что проголосованы с Сенатом пакет военно-технической помощи еще, соответственно, при администрации Байдена, он обязателен в исполнении. А я напомню, там 61 миллиард. Причем инициатором голосования выступали именно, кстати, не демократы. А Джонсон продавливал военно-техническую помощь Украине. А на данный момент характер военно-технической помощи, а именно предоставление систем вооружения, материально-технического обеспечения сил обороны Украины выполнены Соединенными Штатами лишь на 10%. В свидетельство того, что, соответственно, Украина и в дальнейшем может рассчитывать не только на те 6 миллиардов, о которых уже заявили о том, что администрация Байдена передаст данные 6 миллиардов до, соответственно, Нового года. Нет, речь идет и о дальнейшем характере военно-технической помощи вооруженным силам Украины. Другой момент, что, соответственно, Трамп окажет военно-политическое давление, в первую очередь, на страны Европы в моменте, а, увеличение, соответственно, характера военно-технической помощи Украине и, соответственно, увеличение ассигнований на, соответственно, нужды самого блока НАТО. Я напомню, еще предыдущая администрация Трампа, основные его претензии европейским партнерам, это было то, что, соответственно, уровень финансовых поступлений для стран НАТО, европейских стран НАТО, я уточню, должен быть на уровне 4%. Отмечу, что Зеленский уже заявил об отличных переговорах с Трампом. Пообщался с республиканцем-победителем и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявив, что у него с Трампом большие планы на будущее. Интересно, но после этих сообщений стало известно о визите Зеленского в Венгрию, и там он уже встретился с Орбаном. В стране в эти дни проходит саммит европейского политического сообщества. А как вы считаете, сможет ли Трамп каким-то образом остановить войну России против Украины до своей инаугурации, которая состоится 20 января? Напомню, что это было предвыборное обещание самого Трампа. Поделитесь своим мнением в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин